Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришина. Сегодня пишут о том, что Ирину Аллегру возмутили стихи Ларисы Рубальской. Вы знаете, это довольно негромкий, но для меня интересный заголовок. Почему? Потому что я с огромным уважением подношусь и к Ирине Аллегру, особенно после её вчерашнего решения отменить концерты. Она сказала, что это неподходящее время для того, чтобы веселиться, потеряв почти, как пишут в СМИ, 14 миллионов рублей, в отличие от тех, кто старается сейчас собрать как можно больше. Это, конечно, поступок... Ну, другой такой человек сейчас отсутствует. Это она одна так поступила. Конечно, огромное уважение это. И Лариса Рубальская, мне она очень нравится, её стихи понятные, доступные. Она сама очень солнечный человек, когда её видишь, хочется всегда улыбнуться. Поэтому для меня было интересно понять, что же произошло между двумя этими людьми, я к которым отношусь с огромным уважением. Значит, вот что пишут в СМИ. 77-летняя поэтесса Лариса Рубальская призналась, что обладает волшебным даром делать женщин любимыми и детородящими. Вот что она говорит. Да, при косновении моей руки творят чудеса. Правда, во время пандемии, когда все ходили в масках, держали дистанцию, многие женщины остались без моей помощи. Они приходили на мой концерт, протягивали руки, но я не могла и не имела права до них дотянуться. Значит, а впервые о такой способности узнала, когда пассажирка, с которой я ехала в поезде, сообщила мне радостную новость. После наших с вами бесед я вышла замуж, родила. До этого я долго гладила её по-матерински. Потом и другие женщины говорили, что у меня волшебные руки. Но у неё энергетика действительно, прям чувствуешь, что человек, вот заряжаешься, скажем так. Этими же самыми руками Рубальская написала множество стихов на музыку, ставших популярными песнями. Однажды она создала шлягер специально для Ирины Олегов, специально для неё написала, с которой она уже давно и плодотворно на тот момент сотрудничала. И там были такие строчки. «Ты, любимый, у меня не первый, сколько было, счёт я не вела». Они очень разозлили Олегову. Ирина сказала мне, продолжает Рубальская, что не ожидала вот такого отношения, что она не та женщина, о которой идёт речь. Возмутилась. «Лариса, вы считаете, что я шалава?» спросила Олегрова. «С тех пор я перестала писать на заказ. Композиторы уже сами выбирают мои стихи для музыки, а исполнители – песни. Так гораздо проще. На заказ могу написать только для праздников или юбилейных дат». Вы знаете, друзья, ну, интересный личный момент, конечно, раскрыт Рубальской. Но стихи такого плана «Ты у меня не первый». У неё же есть песня, да? «Всем и бабы стервы, милый Бог с тобой, каждый, кто не первый, тот у нас второй». Но вот такого плана всё-таки стихи о том, что «Ты у меня не первый, а сколько было, счёт я не вела», при всём моём уважении. Ну, конечно, мне кажется, для любой женщины такие стихи будут, ну, мягко говоря, не совсем корректны, да? Поэтому, наверное, реакция Аллегровой, она оправдана. Хотя, ещё раз говорю, я с огромным уважением отношусь и к Аллегровой, и к Рубальскому. Друзья, что вы думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку закреплённую, комментарий в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7. Плюс мои ролики на остросоциальные и политические темы. Друзья, здесь на YouTube есть канал, он тоже называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, что мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.